Если вам нужно создавать сайт, но вы не знаете, что это такое и как это настраивается, это видео точно для вас. Сегодня в этом видео я постараюсь рассказать основные проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены при создании сайта. И благодаря этому видео, скорее всего, на все ключевые вопросы вы получите ответы. Это видео не будет рассказывать про то, на какой системе создавать сайт, что надо писать в коде, так что сразу программистам здесь будет скучно. В этом видео я буду рассказывать именно для владельцев сайта, какой им сайт нужен, что им нужно для этого выделить, время, деньги, ресурсы вашей компании и, конечно же, какой сайт в итоге вы получите. Как раз вот присаживайтесь поудобнее. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Первым шагом будет это ответ на вопрос, зачем нам нужно создавать сайт. Так и пишем цель создания сайта. И на эти вопросы мы должны, конечно же, ответить, какие цели мы преследуем. Давайте, собственно, перечислим, почему на них нужно обратить внимание. Ведь если вы досмотрите видео дальше до конца, вы поймете, что создание сайта это довольно дорогостоящий, кропотливый, требующий больших вливаний финансовых затрат, задачка. То есть это довольно такой дорогостоящий, долгоиграющий проект. И, собственно, и его продвижение, любой SEO-шник скажет, это еще и более того слишком долгоиграющий проект. Поэтому давайте зададим все вопросом. Цель создания сайта. Если из перечисленного что-то попадет к вам, то есть будет касаться вас, значит, вам точно нужно смотреть видео дальше. В первую очередь это продажи при помощи сайта, ваших товаров или ваших услуг. Второй момент это налаживание обратной связи с клиентами. Ведь удобнее общаться, когда они вам пишут через какие-то удобные контакт-формы. Третий момент это, собственно, облегчение получения пользователями актуальной информации о компании. Например, ваши телефоны, ваши контакты. Очень удобно держать все данные на своем ресурсе, на своем сайте. Конечно же, это необходимость увеличения трафика, увеличения количества пользователей, которые познакомятся с вашим продуктом, с вашим контентом. Конечно же, сокращение звонков в техподдержку клиента. Ведь можно выложить большую часть информации о вашем продукте, о вашем сервисе на сайте, где пользователь сможет почитать и не обрывать звонками, допустим, в ваш отдел. Например, вы занимаетесь какими-то планами, работами и удобнее на своем сайте публиковать информацию, что у нас там ведутся какие-то, такие-то работы. Конечно же, это упрощение процесса продаж. Ведь через сайты можно платить. Не просто можно принимать заявки, а можно сразу принимать оплаты. И фактически упрощается задача отслеживания покупок. Ведь вам нужно просто принимать уже оплаченные заказы и попросту их отгружать. Автоматизация бизнес-процессов компании. Такое вот красивое слово на самом деле подразумевает действительно много чего. Вы можете ловить заявки, ловить лиды. Или, допустим, через сайт у вас может быть настроена внутренняя система работы внутри вашей компании. Сайт может быть не обязательно наружным для клиента, он может быть внутренним для ваших сотрудников, где обрабатываются, принимаются все заказы, и с ними работают ваши же сотрудники вашей компании. Ну и, конечно же, самое такое банальное, это повышение лояльности вашей аудитории к вашему бизнесу. Ведь если у вас есть сайт, вас легко узнать, про вас легко прочитать информацию, вас легко нагуглить и многое другое. А теперь давайте разберем контраргументы. Почему вам не нужен сайт? Если вот мы разберем первый пункт продажи при помощи сайта. Существуют интернет-магазины, которые сделаны в Инстаграме, я даже знаю магазины в Фейсбуке, которые по факту не создают сайт, а заливают карточки товаров и продают небольшой свой список товаров непосредственно через эти соцсети. Да, продажа происходит через платежные системы какие-то, которые отправляются по ссылке, либо отправки на карты, но можно торговать так. Если вам достаточен такой формат ведения бизнеса, скорее всего, сайт вам не нужен. Второй вариант – наложение обратной связи с клиентами. Вы точно так же можете создать Телеграм-канал, Телеграм-бота, который будет вести диалог ваш клиент и будет общаться с вашим бизнесом. Если вам достаточно создания Телеграм-канала без создания сайта для вашего бизнеса, это можно тоже сделать. Если вы, допустим, можете сделать себе QR-код, как перейти на ваш Телеграм-канал и с вашей кафешкой, с вашего бизнеса, клиент может легко найти, написать вам и сказать все, что думает, написать отзыв, понравилось ему или нет. Но в таком случае сайт тоже можно не создавать. Давайте третий пункт. Это облегчение получения пользователями актуальной информации. Вы можете не создавать сайт, вы можете завести себе карточку в Google-картах и обновлять информацию непосредственно в ней. Ведь можно там же писать все данные, время работы, как вам проехать, схема проезда. Более того, Google-карточки прекрасно ранжируются в Google. И иногда без сайта там тоже можно находиться. Возьмем следующий пункт. Необходимость увеличения трафика. Вот здесь вот этот пункт. Можно сказать, что он является важным, потому что трафик можно ловить с Google. Но вы точно так же можете увеличивать трафик, если будете использовать ваши соцсети. Соцсети имеют тоже собственные внутренние системы ранжирования. И, например, та же YouTube-соцсеть может прекрасно собирать трафик на ваши соцсети в Instagram или в Facebook. То есть вы можете переливать трафик из соцсетей в соцсети, не имея сайта вообще. Поедем дальше. Сокращение звонков в службу поддержки клиентов. Вы можете в соцсети создать раздел помощи и выложить туда всю информацию. К сожалению, в Facebook это сделано немножко неудобно. В Instagram это сделано тоже очень неудобно. Но я думаю, в Telegram вы сможете сделать при помощи закрепленных сообщений большую часть информации, либо написать бота, который будет выдавать эту информацию по запросам людям, которые ищут ту или иную информацию. Упрощение процесса продаж. Да, не спорю, сайты позволяют действительно упростить, принимать оплату онлайн, работать с корзиной, отслеживать заказы, тоже много чего есть. Здесь пока что аргументов я не могу найти, чем можно их заменить. Автоматизация бизнес-процессов компании. Да, существует куча внутренних CRM-систем, тот же Trello или к нему подобные аналоги, любая софтина, в которой работает, есть софт, другой софт от компании Atlassian, в котором тоже работают многие. И там есть все для того, чтобы интегрировать все бизнес-процессы вашей компании под ключ и не нужно писать отдельный собственный сайт. Скорее всего, даже он вам будет не нужен, потому что есть уже готовые решения на рынке, просто бери и покупай. Ну и, конечно, повышение лояльности аудитории, узнаваемость компании и другое. Можно обойтись без сайта, если про вас будут говорить другие сайты и будут рассказывать про ваш бренд. Вам не обязательно даже иметь свой собственный официальный сайт. Часто ли вы посещаете сайт Coca-Cola? Часто ли вы посещаете официальные сайты, там, Найка или, ну, Найка, конечно, посещаем, но какие-то вот такие бренды, которые вы, возможно, вообще на сайты не заходите. Но продукция у вас есть каждый день, там, фирмы, допустим, сайт официальный Gucci или тому подобное. То есть вы о брендах прекрасно знаете, не посещая их сайт. В основном это продукты питания, у них, конечно, с сайтами все куда проще. Но на самом деле, я вроде бы сказал контраргументы, но всего выше перечислено, что находится на вершине рынка, всегда есть сайты. Поэтому сайты действительно решают эти проблемы. Если вы ставите задачу конкурировать с конкурентами, которые эти проблемы решили при помощи сайта, значит, мы переходим к шагу 2. Шаг номер 2, это, конечно же, купить домен для сайта. И на этом этапе, я могу сразу сказать, большинство сайтов заваливаются из-за того, что не знают, как назвать свой сайт. И часто я встречал сайты, название бизнеса которое одно, а домен вообще другое. Да, иногда домен содержит в себе название продукта, который они продают. И даже некоторые сайты до сих пор успешны. Но я делаю ключевое слово до сих пор. Причина, потому что в эти сайты действительно влито огромное количество усилий, из ссылок, контента, которые на них написаны. Про эти сайты я рассказывал в прошлом видео. Кстати, видео вышло уже на канале, так что советую его посмотреть. И я там как раз на примере сайта рассказывал, как нужно стать хорошим автором и показывал как раз этот сайт. Как назвать свой бизнес? Как называется ваш бренд? И вот здесь ключевое слово. У вас должен быть бренд. Бренд это может быть все, что угодно. Это может быть пельмени у Петровича. Это тоже может быть бренд. Это может быть очередной Диор. Все, что угодно. Любое название это бренд. Самая главная задача при выборе бренда это, конечно же, искать названия, которые нигде еще пока не используются на данный момент, не имеют двойного назначения. И самое главное, легко пишутся и легко произносятся. То есть у них нет проблем в написании их по-русски, по-украински, по-английски. То есть тоже, если вы их будете набирать, они будут набираться одинаково при одинаковом звучании. Да, вот это самые-таки простые правила, которые нужно знать. Мы пишем Pepsi, мы понимаем, как оно легко пишется. К Коле мы уже привыкли, что пишется через C, хотя раньше писали и через K. Ну, то есть есть нюансы, которые тоже нужно знать, как они пишутся. Microsoft мы тоже понимаем, как оно примерно пишется, легко понимается название. Так вот, когда вы придумываете название своего бизнеса, вот, например, розетка, да, известная, или копейка, копейка, они простые и домены к ним, соответственно, подбираются простые. Ничего сложного, легко набираются, легко пишутся. Поэтому, выбирая домен, вы должны, конечно же, понимать, как будет называться ваша фирма. Окей, с этим определились, название у вас красивое, есть. Теперь ваша задача проверить, свободно ли оно. Для того, чтобы понять, свободен домен или нет, существуют специальные сайты, которые продают доменные имена. Таких сайтов может быть много. Самый популярный, конечно, сайт GoDaddy, на нем можно проверять, но мы зайдем на наш украинский сайт имена.ua. В каждой стране есть свой продавец доменных имен. Для покупки арабского доменного имени я бы искал арабского регистратора доменных имен. Причина? Обычно такие сайты продают и так называемые внутренние региональные имена. Например, вот вы видите классические украинские имена, которые вот видны. Но вы можете выбрать вкладочку «Другие домены», и вы удивитесь, что у украинских доменов действительно огромное количество есть внутренних поддоменов, которые используются для разных областей, для разных городов. И вот здесь вот можно как раз обратить внимание, что их действительно огромное число. Вот вам нужно отметить все украинские домены, которые вам нужны. Также я бы рекомендовал отмечать все ключевые международные домены. Такие домены, как Коминфо и тому подобное. Они вот по умолчанию как раз отмечены. Также существует нового формата домены. Ну, я на них так смотрю всегда со стороны. То есть они пока еще не являются такими каноничными в продвижении. Их не обязательно брать. Но только при условии, если уж совсем название вам нужное, вот вы уже можете их смотреть. Вот, итого вы выбрали нужные домены. Давайте проверим. И вы, допустим, выбрали... Допустим, у вас будет называться, там, не знаю, там, зоомагазин для собак будет называться Собакин. Вот просто. Давайте проверим. Мы берем название имя Собакин. И проверяем, свободное оно или нет. Вот и обратите внимание. Мы увидели, что внезапно оно свободное, кроме главного домена собакин.com.ua. Оно кем-то занято. То есть можно посмотреть, что какой сайт уже есть. Давайте посмотрим, кто это. Кто-то купил себе домен, но, конечно же, его не настроил. Домен, возможно, ему принадлежит, но хостинг и он не настроен. Что это значит? Это значит, что домен, по факту, вроде бы свободен. Потому что на нем, для него не существует никакого бизнеса. Более того, мы видим, что домен собакин.ua не выкуплен. То есть такой торговой марки нет. Это значит, что можно регистрировать свободно такую торговую марку, покупать себе такой домен, подтвердить его себе и забрать. Также взять себе региональные поддомены, там, где мы планируем, собственно, открываться. Смотрим, какие есть еще варианты. Тут как раз вот можно ком поискать вариант. Давайте вот мы его вместе поищем. Так, ком домен, вот давайте мы его поищем. А, а он занят. Вот мы можем увидеть, что тут какой-то сайт находится. Ну, он редиректит сразу на, тоже на логичный бизнес, но уже за рубежом. Обратите внимание, то есть кто-то уже тут себе сайт по такой же теме создал. То есть, вот вы видите, так же можно и проверять конкуренцию. Вроде бы бизнес, который не занят в Украине, домен.com занят. На самом деле, я всегда ориентировался бы по домену.com, по ключевым доменам вашего региона. И если эти два домена свободны, брал бы сразу все себе региональные домены, сразу себе в руки. По одной причине. Для того, чтобы у вас его не отжали, не перекупили, не пытались потом продать подороже. Нужные домены сразу себе берите в тех регионах, в которых вы планируете развиваться. Но вот на ключевом варианте вы должны выбрать правильно себе доменное имя и, конечно же, проверить, свободно оно или нет. Проверяйте на своей стороне в доменных регистраторах. Если вы планируете развиваться в других странах, заходите на эти доменные регистраторы других стран и смотрите, как, почем продаются домены в этих регионах. Мы таким образом консультировали при продаже арабских доменов, канадских доменов и, конечно же, американских доменов с учетом их всевозможных вариантов штатов. Следующее, что нужно нам выбрать, это шаг номер три, где будет находиться наш сайт. Перед тем, как мы будем выбирать, где он будет находиться, мы, конечно же, должны понимать, в какой стране он будет работать. Хостинг нужен, если наш сайт будет находиться не на какой-то платформе конструктора. Про конструкторы я снимал отдельное видео, ссылочка будет также в описании. Хостинг – это место, где находится ваш сайт, где находятся все его картинки, тексты, база данных, да любая информация цифровая, связанная с клиентской базой. То есть все будет находиться на хостинге. И хостинг будет находиться на специальном защищенном сервисе, на сервере. И выбор хостинга может быть разным. Это может быть ваш компьютер дома, и вы все сами настроите, но, скорее всего, этого делать не будете. Вы, скорее всего, будете хостинг покупать в каких-то дата-центрах, которые предлагают провайдеры, так называемые хостинг-провайдеры. Как их выбрать? Существуют рейтинги, где вы выбираете себе хостинг по цене, скорости, ну и, конечно же, типу сайта, который там будет находиться. Существуют определенные рейтинги украинских хостингов, советую на них посмотреть, то есть сколько в среднем они входят в стоимость. Вы можете посмотреть, какие самые популярные тарифы, какие тарифы на облачный хостинг, на SSD-хостинге, на Windows-хостинге, там, в зависимости от того, какой хостинг, там у вас разные интерфейсы по работе. Здесь вам могут более детально подсказать программисты, какой им хостинг будет удобнее, в зависимости от типа сайта, который вы планируете разворачивать. Вот, как вы видите, цены на хостинг обходятся не каких-то космических сумм, то есть цены варьируют, там, максимум, видите, мелькает, там, 300 гривен в месяц. То есть, вот, например, вот у хостпро, там, 100 же, вордпресс сайт можно хранить, 116 гривен в месяц спокойно поднять сайт на вордпресс. Поэтому, какой у вас будет хостинг, выбирать вам. Также есть зарубежные рейтинги хостингов, если ваш сайт планирует работать на бурже, вы можете точно так же смотреть. Но, как вы видите, цены варьируют вот в таких цифрах, это не 1000 долларов, хостинги стоят небольших денег. Как и домены обычно стоят небольших денег, вы их покупаете и просто потом продлеваете, обновляете домены именно сколько-то, вы арендуете домены именно сколько-то лет вперед. То есть, вы купили домен, вы купили хостинг, что дальше? А что дальше? Едем дальше. Следующим шагом нужно будет определиться, что это будет за сайт, на чем он будет сделан. Будет это самопис, либо будет это конструктор, либо это будет что-то посередине, типа, коробочная система управления контентом. Вот на эти три вопроса вам нужно будет ответить. И ответить вам помогут действительно здесь SEO-специалисты и веб-разработчики. Потому что, в зависимости от ответа на первые шаги, нам будет понятно, нужен ли нам хостинг вообще или нет. А если мы выберем конструктор, то, скорее всего, хостинг нам не нужен. Но если мы выберем самописный вариант, либо систему управления контентом, то хостинг, конечно же, нам будет нужен. Ну, поехали дальше. Что такое конструкторы, что такое CMS и что такое самописный сайт? Если кратко, конструктор – это уже созданная платформа, на котором вы попросту выбираете нужный тип сайта и заполняете контент. Самые популярные конструкторы, которые мы знаем, это, конечно же, Prom.ua. В России там популярен еще Tildom. У нас он, кстати, тоже популярен. И самый такой популярный конструктор, популярный весь мир – это Wix. Существуют и другие конструкторы, вы можете посмотреть, какие они бывают. В Украине популярен, конечно же, Prom.ua – это рекордсмен. И он действительно позволяет создавать сайты, не напрягаясь, практически оптимизированные под ключ для интернет-магазинов. Да, у него есть свои нюансы. Да, он проблемный. Да, с ним сложно. Но на нем создают сайты. И я знаю много успешных сайтов, созданных на нем, которые действительно до сих пор сидят топ-10. Сайты на Wix встречаются в топе Украине реже, в других странах встречаются довольно часто. Что такое система управления контентом? Это фактически коробочное решение, в котором пользователь может непосредственно добавлять контент через удобный интерфейс. Но при этом сайт находится у него на хостинге. Это ключевое отличие. Сайт находится не на стороннем ресурсе, а у вас на вашем хостинге, где вы можете в коде решать многие проблемы, связанные со скоростью, с доработкой каких-то плагинов, доработкой каких-то элементов, изменением дизайна, интерфейса, всего чего угодно. Но вы имеете удобный интерфейс по заливке информации, который создан изначально уже руками. Многие вещи созданы под оптимизацию сайта уже руками. Но как в любой системе, в которой существует и метод напильника, и метод руля, то есть где можно все делать через удобный интерфейс, и где можно покопаться напильником, его можно легко сломать, его можно в нем не разобраться. Он достаточно сложен по сравнению с конструктором. Если у конструктора можно почитать документацию и просто все быстро сделать, то с CMS-ками придется действительно повозиться. Не каждый, как говорится, владелец сайта может разобраться в своем WordPress. Да, хоть есть инструкции, да, есть многие вещи. Более того, не стоит забывать, что ядро WordPress нужно постоянно обновлять. Плагины не всегда успевают за обновлением, поэтому самые популярные CMS-ки всегда сопровождаются популярными проблемами, на которые часто все судачат на форумах. Поэтому, выбирая вариант конструктор, вам не нужен программист. Выбирая вариант CMS, вам нужен один, как минимум, программист, который сможет решать ваши поточные проблемы с ресурсом, когда он ломается или когда нужно доработать какие-то отдельные элементы. И, конечно же, если вас не устраивает ни первый, ни второй вариант, то вам нужно писать свой сайт с нуля, писать его в коде, полностью прописывать все на своих скриптах, как вам удобно, на нужных фреймворках. Вам нужен уже не один программист, а целая команда программистов, потому что фактически интерфейс для заливки контента, вообще нужно его создавать или не нужно, это вам нужно будет прописывать уже вместе с ними. И этот вариант самый затратный на самом деле, потому что, если задачи требуют создания полного сайта с нуля, вообще не привязаны ни к одной системе управления контентом, ни к одному конструктору, то это самый дорогостоящий вариант на сегодняшний день. Причина проста. Это стоимость часа работы программиста. Допустим, сколько стоит один день программиста? Вы берете зарплату программиста в 20 долларов, умножаете на 8-часовой рабочий день и умножаете там, условно говоря, на 20 рабочих дней. Получаете 160 часов. Это действительно уже большие суммы на сегодняшний день для стоимости работы программиста. Выходит, что конструкторы дешевле? Да, они действительно обходятся прилично дешевле, ведь на самом деле с сайтом возиться особо не нужно. Вы платите только контент-менеджеру зарплату и фактически заполняете сами сайт с нуля. Вам пригодится SEO-специалист на шагах, которые я расскажу чуть позже. Но на самом деле продвижение сайта на конструкторе, полный кейс, его всю работу. Я рассказывал в этой статье. Статеечка написана очень давненько, но она ни капельки не устарела. Где я как раз рассказывал про преимущества и недостатки конструкторов и, конечно же, зачем они вам нужны. И как раз здесь я и рассматривал в этой статье проблемы, собственно, CMS от конструкторов сайтов и от других форматов. Ну и самое главное, говорил про технические ограничения. Что вы не можете сделать? Первое, что, конечно, конструкторы чем проигрывают, сайт по факту вам немножко не принадлежит. В любой момент система может закрыться, вы за неуплату потеряете весь контент, и все, что вы делали на сайте, будет утрачено. Идеально, если каким-то образом существует система передачи данных CRM в какую-то стороннюю систему, если вдруг с сайтом вам придется попрощаться. Поэтому конструкторы в этом плане очень сильно проигрывают. По факту, вы, словно, берете площадку для размещения сайта в аренду. В случае создания сайта на готовый CMS вы что-то получаете по серединке. Это вроде бы и дешевле, чем собирать сайт с нуля, но и хотя бы он вам принадлежит. Ну то есть вам приходится, конечно, платить больше, чем на конструктора, но сайт лежит у вас на хостинге. Да, хостинг тоже может что-то с ним случиться, но у вас есть такая возможность, как сделать бэкап сайта. Вы делаете полную копию ресурса, и она у вас всегда есть. Вы можете развернуть на другом хостинге, просто назначив другой домен, настроив этот домен, чтобы он работал с другим хостингом. По факту, как вы видите, ничего в этом сложного нет. Поэтому и все выбирают этот второй вариант. Чаще всего это создают сайт на какой-то известной CMS. Скоро я допишу статью, посвященную как раз системе управления контентом, где я расскажу про их преимущества, недостатки, какие они бывают, и, собственно, почему они так популярны сегодня и будут популярны много лет. Следующее, что вам нужно сделать на своем сайте, это установить ASSL сертификат или HTTPS сертификат. Он отличается от классического HTTP протокола тем, что является более защищенным. Про HTTPS мы записали несколько подкастов и писали действительно большую статью по настройке. Как настраивается файл редиректов, она больше будет нужна программистам, чем скорее вам. Но сертификат HTTPS покупать нужно обязательно. И настраивается он на своем хостинге, будь то будущий у вас конструктор сайта или система управления контентом. Что угодно, но вы будете выбирать уже непосредственно, какого типа сайт вы будете ставить нужный сертификат. Сертификат покупается в несколько шагов. Вы создаете так называемый CSR запрос, получаете приватный ключ, вводите эту информацию в настройках своего хостинга, либо в командной строке, либо загружаете файл полученного сертификата. Выглядит он примерно вот так. Ну и, конечно же, затем его загружаете на свой сайт и проверяете работу. Ключевые ошибки, которые бывают при переезде, это иногда создаются две версии сайта, которые HTTPS, но это мелочи. Об этом мы рассказывали в наших видео, как правильно этого избежать в наших подкастах и, конечно же, на нашей статье про редирект. Следующим шагом, который бы я рассмотрел, это продумать структуру вашего сайта. В зависимости от того, какой у вас будет сайт, интернет-магазин, сайт-услуг, либо это будет блог, либо это будет корпоративный сайт, структура сайта, она включает в себя множество элементов. Это шапка, подвал сайта, навигационные элементы, меню и, самое главное, основной контент, который находится в основном теле. Он тоже разделен на определенные блоки, которые тоже нужно учитывать и правильно разделять. Я снял видео, посвященное структуре сайта. Ссылочку, конечно же, я оставлю в описании, где я рассказывал, при помощи какого софта делается эта структура, как правильно она продумывается, какие виды нужно делать. Структура сайта – это то, что вам помогут сделать SEO-специалист и, конечно же, дизайнер, веб-дизайнер вашего ресурса. В паре с программистом вашего ресурса они могут вам это сделать. Если же мы говорим про сайты на конструкторах, то, скорее всего, структуру сайта вы будете выбирать из определенных тем. При создании сайта на конструкторе, там есть выбор определенных типов тем сайта, где вы выбираете та, которая максимально близко подходит к вашему бизнесу, ну и, конечно же, выбираете нужный вариант. Для того, чтобы выбрать правильный вариант, вам нужно ответить на основные вопросы. Для этих целей вам нужно будет найти своих конкурентов, понять, как они продвигаются, какой у них тип контента используется в продвижении, на какие странички заходят пользователи, что они читают, что они изучают, по каким платным каналам они попадают на ваш сайт. У меня есть ролик про анализ конкурентов, а также есть целый курс, посвященный анализу конкурентов, где я рассказываю, как им правильно делать. Курс создан как раз для владельцев бизнеса, и вы с легкостью сможете его освоить. Он не является сверхсложным, он является максимально простым и понятным. Как делается действительно SEO и маркетинговый анализ конкурентов в интернет-рекламе. Какие же основные ошибки бывают в структуре и в навигации? Конечно же, это недоработанная система с прямых ссылок. Ссылки обязательно должны быть прямыми, которые не содержат никаких лишних параметров в себе. Каждая ссылка должна четко вести на нужную страницу, отвечать на основной запрос пользователя. И фактически список ваших ссылок – это список ваших продуктов, услуг и информационных разделов вашего сайта. В структуре также нужно уделять внимание экспертности, авторитетности и доверию. Про это я снимал видео, оно есть у нас на сайте. Так называемые EAT-показатели. Это особые варианты ранжирования у поисковых систем, которые сейчас стали не трендом, а уже азбукой при создании сайтов. Все, что есть в видео, советую, точнее обязательно к просмотру. Многие вещи я не буду повторять в этом видео, но сделать сайт, который вызывает доверие, который захочется открыть, на котором захочется ввести свои личные данные для того, чтобы оформить вам заказ. Или, допустим, на нем хочется ввести платежные данные, чтобы оплатить заказ. Все эти пункты должны присутствовать на вашем ресурсе. И они действительно, можно их собрать в единый список задач, которые нужно прописать в вашем ресурсе. Так что в нашем чек-листе, который мы делаем для нашего видео, отмечайте этот пункт в соответствии сайта в плане навигации пунктом экспертности, авторитетности и доверия. Советую посмотреть это видео, напоминаю еще раз. Следующий пункт, который вам нужно будет выбрать, это, конечно же, дизайн вашего сайта. Так как мы говорили, в конструкторе есть навигация, там же мы и выбираем, особо говоря, структуру вашего сайта, как она будет выглядеть. Дизайн сайта определяет элементы, которые на нем будут. Это цветовые решения, это формы кнопок, это методы расположения контента на вашем сайте, как они взаимодействуют с нажатием, с наведением мышки. Это все дизайн. Дизайн является интерактивным элементом на вашем ресурсе. Не статичный, это еще и интерактивный элемент, который в зависимости от того, на чем вы его смотрите, на мобильном устройстве, или на планшете, или на компьютере, может выглядеть максимально удобно и сохраняя весь функционал. То есть, если какие-то элементы в десктопе на мобилке перестают быть удобными, их обычно убирают, но переделывают так, чтобы они стали удобными на мобилке. Это входит в дизайн. То есть, дизайн это равно функционал, как говорил Джонатан Айв. Поэтому уделяйте внимание именно в дизайне функциональной части, в соответствии вашему фирменному стилю. Я немножко говорю, наверное, какими-то сложными вещами, но уделяйте внимание еще АБ-тестированию. Для этих целей существует программа Google Optimize. Иван Полип проводил шикарный вебинар, посвященный как раз проверке вашего дизайна, насколько он эффективен, насколько он функционален и насколько он хорош. Для создания, как говорится, лучшего дизайна, привлекайте для этих целей действительно маркетологов, чтобы они проверяли. Но если мы говорим про маленькие сайты, следите за своими показателями страниц Google Аналитики, в частности, по тому, какие показатели отказов у вас на каких страничках. И если они некачественные, с ними нужно будет работать. Следующий момент, который вы должны ответить для своего сайта, это кто будет заниматься контентом. То есть, ваша задача собрать контент, команду для своего сайта. Кто будет все это делать? Вы, наверное, подумаете, что все будете делать самостоятельно. Да, если ваш сайт маленький, на страничках 5-6, я думаю, контент на эти 6 страничек вы напишете даже лучше, чем кто-либо другой. Но стоит вам перейти на сайты, у которых действительно большое количество услуг, большое количество страниц. И SEO-специалист продумал вам действительно большую структуру, и написал технические задания для большого количества страниц, которые нужно создать. Вы возьмете за голову и скажете, у меня столько нет времени в сутках и свободных часов в месяц. Так и будет. И, скорее всего, вам придется собирать команду и собирать ее действительно под ключ для себя. Есть два варианта, как вы будете собирать команду. Либо команда, которая занимается созданием вашего сайта, предложит вам студийный формат сбора, как говорится, команды. Либо же вы самостоятельно будете заниматься сбором команды для своего ресурса. В зависимости от крупноты бизнеса бывают разные варианты решения. Крупный бизнес иногда собирает свою команду, а иногда заказывает полностью фулл аутсорс для своего проекта, для этих задач. Мелкий бизнес, конечно же, всего не так часто собирает себе свою команду, а заказывает на аутсорсе. Но здесь есть одна большая оплошность, с которой вы можете столкнуться. Я о ней рассказывал в своем видео. Почему копирайтинг умирает? Почему копирайтинг становится вырождающейся профессией и нужно становиться автором? Видео про авторы уже, скорее всего, есть на канале, и вы можете его посмотреть, как стать автором. Команда контентщиков – это люди, которые не просто заливают вам контент, но его еще и создают. То есть у нас есть процесс копирайтинг контента, дизайн контента и заливка контента. Ну, еще выше стоит, конечно же, SEOшник, который создает техническое задание для всех этих этапов. В техническом задании для всех этих этапов находится техническое задание для копирайтера, техническое задание для дизайнера, какие элементы нужно создать. Ну и, конечно же, техническое задание для контент-менеджера – это title, description, как должен выглядеть URL, и, условно говоря, куда это перелинковать необходимо при создании этой странички. То есть, SEO-специалист фактически является задающим технические задания для всех трех процессов. Второй момент, конечно же, вам нужен будет веб-разработчик. Скорее всего, потому что какие-то элементы контент-менеджер создать в силу своей квалификации, возможно, не сможет, если сайт будет у нас на CMS. Вторым, наверное, важно будет, чтобы у вас в команде был разработчик. Ведь какие-то вещи контент-менеджер в силу своей квалификации не сможет сделать. Да, обратите внимание, что если у нас сайт будет на конструкторе, то разработчик нам, возможно, не нужен будет вообще. Многие вещи можно будет сделать, просто почитав справку конструктора и сделав все манипуляции. В это время, если сайт у нас находится на CMS, то разработчик нам будет нужен и будет нужен регулярно. Поэтому в команду я рекомендую включить именно веб-разработчика. Сколько стоят веб-разработчики? Ну, на самом деле цены разнятся. Джуны и мидлы могут стоить прилично дешевле, чем какой-либо сеньор. Но, скорее всего, в случае, если вы будете работать с сайтом на какой-то готовой CMS, вам нужен будет обычно там мидл, который будет выполнять просто технические задания, которые будете вы ему ставить. Если же вы решили все-таки сайт делать на самописи, то, конечно же, вам придется вложиться прилично, потому что вам нужно будет собрать всю команду, которая вообще возможна. Сколько это будет стоить? Ну, даже не знаю. Напишите в комментариях, сколько будет стоить сайт на самописи, допустим, корпоративный портал какой-нибудь, в котором там будет информация для вашего бизнеса, сайта услуг. И сравните, сколько будет создать сайт, если он будет, допустим, сделан на WordPress или такой же сайт, сделан на конструкторе. Вот просто оцените под ключ. Можете, если вы занимаетесь созданием сайта, напишите даже свои клиентские цены, чтобы было видно, сколько это реально стоит. Итого мы упираемся в то, кто будет реально создавать сайт. Если же мы будем собирать команду, то вам нужно будет понимать, что вам нужен будет человек, который будет объяснять все, что происходит. Либо вам придется во все это дело вникать, тратить время на то, чтобы вникать в то, что делает каждый исполнитель. Поэтому очень важно действительно найти исполнителя, который будет, соберет вам команду, будет отвечать за эту команду и будет доносить только нужную вам информацию и принимать только нужную для команды эту информацию и внедрять ее в нужные сроки. И, соответственно, все выполняться будет под ключ. Поэтому выбор нужных исполнителей, которые будут делать все, что вам нужно, это действительно головная боль. Или вы будете делать самостоятельно, и вам не будет болеть голова за исполнителя. Но у вас будет болеть голова за то, что вы будете заниматься не бизнесом, а сайтом. Поэтому здесь выбор приоритетов. За все нужно платить либо своим временем, либо своими деньгами. Выбирайте того, какой формат сайта вам нужен. Как я говорил, конструкторы вам обойдутся прилично дешевле, но у них есть свои недостатки. CMS обойдется где-то посередине, и это является действительно очень удобным вариантом, и он обходится дешевле по соотношению цена-качество. Самописы же выбираются, скорее всего, как вынужденное решение, как необходимость, потому что в каких-то случаях вас CMS попросту не устраивает, и конструкторы тоже. Здесь выбор бюджета, он действительно очень сильно разнится. После того, как вы создали сайт, на сайт нужно произвести так называемую интеграцию аналитик. Я этот пункт выделил отдельно, потому что на самом деле при создании сайта почему-то все о нем забывают. А на самом деле на вашем сайте нужно поставить популярный набор аналитика. Самый популярный давайте постараемся составить. В первую очередь поставьте Google Tag Manager. Через него можно поставить практически все остальные теги. Это будет Facebook Pixel, это будет Google Аналитика. Также поставьте на свой сервис Microsoft Clarify. У вас должен быть Clarify, он связывается через Tag Manager и Аналитику. То есть он ставится очень просто. И при помощи него вы сможете видеть всю картину, что происходит на вашем сайте. Дальше, в зависимости от типа бизнеса, вам нужно будет ставить на него вебмастер. Вебмастер Google я считаю нужно ставить обязательно. Также я рекомендую поставить Bing Webmaster. Многие почему-то ему не уделяют внимания, но на самом деле у Bing Webmaster есть классное свойство. Он проводит технический аудит вашего сайта просто под ключ и для этого не требует никаких денег. Он очень классный в этом плане и он многие ошибки позволяет найти буквально сразу, в то время как Google консоль не выдает такой информации. После того, как вы добавили все сервисы аналитики, нужно добавлять сервисы, которые позволяют интегрировать ваш сайт с популярными CRM-системами. Здесь уже все зависит от того, какой CRM-системой вы пользуетесь. Если коротко, это система по управлению заявками, чтобы они упадали вам в удобную форму. Ведь сидеть и разбирать каждый раз почту – это не очень удобно. Настройте себе очень удобную систему интеграции входящих данных от ваших клиентов, будь то заказы, оплаты, заявки на звонки, в какой-то удобный хаб, в котором вы с легкостью можете работать самостоятельно. Есть бесплатные CRM-системки управления, собственно, контентом клиентами. И есть, конечно же, платные. Они зависят от того, насколько крупный у вас бизнес. Многие из них на любой вкус. Выбирайте любую систему, собственно, по управлению заказами. И помните, что, скорее всего, вы свой сайт будете постоянно переделывать. Да, даже учитывая то, что вы создадите идеальное ТЗ, оно будет идеально на определенный период времени. Вы можете обратить внимание, как менялся наш сайт спустя время. И да, действительно, каждый из них элемент мы прорабатывали, пересматривали, возможно, убирали, потому что у конкурентов появились клевые штуки. Да, все эти вещи нужно будет продумывать не сразу. То есть, многие вещи до вас дойдет идея, что это нужно будет сделать спустя приличное время. Сколько бы умов не наняли на момент создания сайта на первое время. По-любому, какие-то вещи устареют и нужно будет их переделать. Поэтому будьте в ногу со временем и помните, что некоторые вещи придется вам дорабатывать в будущем. Ну и последним пунктом нашего чек-листа перед созданием сайта, это выбор стратегии продвижения его. Каким образом ваш сайт будет получать посетителей? На самом деле, это вопрос, про который у нас ответы есть на всем нашем YouTube-канале, в нашем блоге, собственно, в наших подкастах, в наших вебинарах. Мы все рассказываем, в первую очередь, про стратегии продвижения разных типов бизнесов. И действительно, разные типы бизнеса требуют разных подходов продвижения. Я сделал отдельные кейсы по сайтам услуг, по интернет-магазинам. Есть отдельный кейс, посвященный медицинским сайтам. В будущем я, скорее всего, сделаю кейсы, посвященные тем проектам, с которыми мы работали, будь то недвижка и подобные. Даже сейчас вспомню, сайты производителей, вот я, скорее всего, напишу кейс, как продвигаться производителю, потому что есть интересные кейсы, что рассказать. И на самом деле, интересно то, что каждый кейс, хоть и похож, но он все равно уникален. Какие-то вещи важны, но они не важны, допустим, могут быть для вашего бизнеса, потому что это уже приелось, это уже у всех, и нужно чем-то удивить, что-то сделать новое. И действительно, пианино у SEOшника, оно довольно-таки, хоть и ограничено в клавишах, но позволяет сыграть разную мелодию в разных последовательностях. И выбирая разные форматы продвижения, у SEOшников действительно открытое поле для деятельности. У контекст-менеджеров точно так же. При настройке контекста можно делать в лоб, можно делать хитро. И искать те же заявки разными способами, как говорится, вылавляя более долгий путь, но ловя нужных теплых лидов уже спустя время после того, как вы проработали рекламой вашу аудиторию. Можно работать с отзывами, с репутацией. Можно уделять внимание присутствию вас в сети, в справочниках, в листингах, в эфирах, чтобы люди про вас просто знали. То есть, на самом деле, продвижение вашего сайта в интернете сводится к очень многим факторам, которым нужно уделять внимание. Здесь я бы помог вам только в одном. Вам нужно сделать анализ конкурентов, прописать свой продукт, что вы предлагаете, какого типа сайт у вас будет, и тогда можно легко выстроить стратегию продвижения хотя бы на ближайшие полгода. Почему полгода и дальше я не строю стратегию? Да потому что каждые полгода обычно проходит два цикла апдейта Google, и что-то, как всегда, меняется. Какие-то тренды вылетают, появляются какие-то фишки, которые Google еще не закрыл, и, конечно же, какие-то трюки, которыми начали пользоваться, возможно, не ваши прямые конкуренты, а сайты, схожие с вашим бизнесом. Поэтому я уделяю сюда внимание разным вариантам продвижения и составляю план ближайший на полгода. И обычно через полгода я обычно его корректирую, добавляя новые фишки, которые появились вот-вот-вот сейчас. Поэтому перед созданием сайта вы должны ответить на все эти вопросы, что я рассказал. Поэтому постарайтесь написать себе в таком простеньком брифе всю информацию от А до Я, от момента, какой у вас будет домен, какой у вас будет продукт, что вы будете продавать, какого формата будет сайт, какой будет анализ конкурента, какой будет дизайн, оформление, кто будет писать контент, какая будет команда. И вот только к последнему, десятому вопросу, который вы будете там вести, у вас там и будет ответ на вопрос, как мы будем продвигаться. Потому что на все предыдущие вопросы у нас будут уже ответы, и они направят нас на последний путь. Если вы сделаете такой чек-лист, вы можете смело создавать сайт, искать команду исполнителей, либо искать платформу, на которой вы будете делать сайт, искать людей, которые вам будут писать контент, либо самостоятельно брать, писать контент. И после того, как вы сайт сделаете, с удовольствием начинайте его продвигать. Отвечу на популярные вопросы. Можно ли сделать сайт самому? Да, можно. Если вы будете пользоваться готовыми решениями, например, теми же конструкторами, и по этому видео сделайте все эти манипуляции, которые я говорил, домен, HTTPS купить, все это настроить, прямо в конструкторе оплатить, залить контент. Многие вещи, аналитику настроить, многие вещи вы уже будете делать самостоятельно. Там подкрутите себе, добавите к вашему сайту соцсети, будете их вести, наполнять контентом сайт. Дальше уже, как говорится, все можно делать самостоятельно. Без шуток, вам даже, возможно, придется заплатить какие-то минимальные деньги. Можно сайт ввести одному. И вам никто не нужен. Может быть, вам пригодится SEO-специалист буквально на то, чтобы написал вам метаданные. Я уверен, что если сайт маленький, вы напишите их сами. При помощи наших курсов, наших гайдов, которые у нас есть. Мы все делали для того, чтобы сайт можно сделать было самому и не напрягаясь. Если же делать сайт на CMS-ке какой-то в том же WordPress, вам придется изучить, как работает WordPress, разобраться в HTML, в CSS повозиться. То есть, поучить то, что, возможно, вам для бизнеса не нужно. Но самостоятельно, скорее всего, вы это делать не будете. Вы по-любому привлечете какое-то небольшое количество специалистов для того, чтобы все эти манипуляции сделать на этом ресурсе. Там, контент-менеджера с опытом HTML, CSS, SEO-специалиста, чтобы он вам все данные написал, составил. Ну и, конечно, программист, чтобы он поковырялся, сделал манипуляции при разворачивании сайта и исправил ошибки. Потому что там, скорее всего, ошибки будут, и они всегда бывают обычно на сайтах, которые разворачиваются с CMS-ком. То есть, поэтому техаудит для сайтов на CMS-ках самый популярный. Самостоятельно сможете ли вы сделать сайт на самописи? Да, сможете, но, скорее всего, ваш бизнес будет связан с созданием сайтов. По-другому никак. Если вы будете заниматься чем-то другим, вряд ли вы будете писать сайт на самописи. Есть очень высокая вероятность, что вы этого делать не будете. Поэтому, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я их уже отвечу текстово вам и напишу ответы на них самостоятельно. Если же вам понравилось это видео, нажимайте на колокольчик, следите за свеженькими видео. Я буду рад лайкам. И самое главное, если вы все-таки планируете создавать сайт, мы всегда готовы вам помочь. Всем спасибо и пока-пока.